Цифровой рубль – это новая, можно сказать, третья форма представления рубля. Отличается от безналичных рублей тем, что для учета данных о том, кому сколько цифровых рублей принадлежит, используется более современная технология – блокчейн. С точки зрения пользователя цифровой рубль будет мало чем отличаться от обычных средств на банковских счетах. С точки зрения технологии разница большая. Разница заключается в том, что наши безналичные рубли фактически это обязательства коммерческих банков. Что же касается цифрового рубля, в данном случае это не будет обязательства какого-то конкретного коммерческого банка. В этом смысле цифровой рубль будет скорее ближе к наличным рублям. Эти деньги более защищены по сравнению с привычными нам безналичными рублями, поскольку безналичные рубли могут пострадать в случае банкротства банка. Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Банк России будет имитентом цифрового рубля и цифровой рубль будет обязательством Банка России. Мы видим, что с ростом развития платежей и перехода клиентов все более в цифровой мир и в дистанционные каналы у клиента не так много выбора с точки зрения комиссий, тарифов и ограничений, которые некоторые организации могут устанавливать. С одной стороны. С другой стороны, высокие издержки на транзакции, на расчеты генерят нам с вами высокие цены. И это тоже одна из задач, которую цифровой рубль должен решить. Что может дать цифровой рубль в отличие от существующего безналичного рубля? Он будет обеспечивать большую прозрачность движения денежных средств со стороны Центрального банка. То есть, если сейчас для того, чтобы выяснить, кто кому переводил деньги, Центральный банк вынужден запрашивать эту информацию у коммерческих банков, то для цифрового рубля все транзакции, все переходы от одного владельца к другому будут совершенно прозрачны для Центрального банка. Шахерезада Курбанова, Универньюз.